Всем привет! Прежде чем начать, я хотел бы сказать, что в среду у меня будет стрим. Я о таких вещах в начале видео не уведомляю, но этот стрим, знаете, он для меня будет какой-то особенный. Во-первых, он будет благотворительным. То есть все деньги, которые я соберу со стрима, я отправлю в благотворительный фонд помощи бездомным собакам. Фонд называется HappyPow. Прошу заметить, это не государственный фонд, то есть все деньги, которые мы соберем, они прямо уйдут владельцу этого фонда, а он уже сам ими распорядится. Во-вторых, на этом стриме будет мафия с соникоблогерами и художниками, то есть список участников, предполагаемый, вы видите вот здесь. Если все будет хорошо, то они и будут участвовать с нами в мафии. Ну и в-третьих, стрим будет идти, ну как минимум 3 часа, так что, если что, можете заходить к нам, будет весело. Ну а теперь мы можем приступить к ролику. Да уж, довольно-таки давно я не доставал эту ткань из своего шкафа, но наконец-таки она снова появилась. Ненадолго, но появилась. Просто я сейчас провожу небольшие эксперименты с освещением, с задним фоном, с положением камеры. И между этими экспериментами я решил заснять это видео. А, точно, я хотел еще обратиться к нешарящим. Прошлое, еще несколько видео, которые выйдут после этого ролика, это, грубо говоря, перезаливы с уже не существующего The Super Genry. С некоторыми изменениями в сценарии, с перезаписанным голосом, с перезаписанными моментами, где я говорю на камеру. Просто потому, что есть люди, которые познакомились со мной благодаря этому каналу и вообще не шарят, кто такой The Super Genry. И было бы странно, если бы я такое выпускаю видео, и тут ни с того ни с сего появляюсь я, только на год младше. То есть люди привыкли видеть такого, значит, диван, дед такой, еще руки поотваливаются. А тут ни с того ни с сего появляюсь я, не дед. Надеюсь, мы все с вами уяснили. Можем приступать к самому ролику. Который, кстати, не является перезаливом, просто потому, что я пытался выкачать сценарий. Сценарий, пытался что-то там поменять, что-то дописать. В итоге получилась какая-то каша, и я написал сценарий для этого ролика полностью с нуля. Полностью. Полностью с нуля. Да и плюс ко всему, если моя пожилая память мне не изменяет, то то видео было как бы обзором. А сейчас я вам расскажу о своих впечатлениях после перепрохождения Sonic Riders. И первое, с чего стоит начать, так это с того, что мнение об игре у меня не изменилось от слова вообще. А, наверное, даже и ухудшилось. Sonic Riders мне как не нравилось, так и не нравится до сих пор. Да и вообще, в последнее время гонки мне перестали нравиться. Мне не хочется возвращаться в тот же Трансформит. Да, я понимаю, что сейчас Триангли мне выпишет бан, но это так. Дело в том, что этот жанр игр постоянно держит меня в напряжении, а иногда даже хуже. Я испытываю стресс. Я понимаю, что если не приду первым, то нужно будет начинать все с самого начала. А мне, как и, да, я уверен всем, не хочется начинать гонку с самого начала. Для того, чтобы игроку пришлось нажать на кнопку ретрая во время гонки, может быть несколько факторов. И пойдем по очереди. Перед началом каждой гонки будет идти обратный отчет. У вас будет время для разгона, но если вы стартанете хотя бы на одну миллисекунду раньше, чем надо, вашего персонажа ударят током из-за фальшстарта и все. Придется перезапускать матч. У меня начинала гореть жопа уже где-то на третьей попытке. И с каждым разом мне казалось, что это обратный отчет до того, как меня ударят током. Просто по моим наблюдениям, если вы не стартанете хотя бы где-то в топе 3, то добраться до первого места будет сложно. Меня не покидали эти мысли, и я постоянно жаждал того, чтобы мне удалось уложиться в тайминг. Первые два уровня можете вообще не париться. Там нужно прийти на одном из первых трех мест. Когда я прошел эти две гонки, я думал, что в принципе ничего сложного в этом нет. Но когда на третьем уровне тебе пишут, что ты должен прийти первым и никаким другим, я начал замечать, что пахнет жареным. И это была моя жопа. Кроме того, больше чем фальшстарт меня бесят пропасти, которых на трассах будет дохренища. Не, вы не подумайте, левел дизайн мне нравится, но вот только я побывал где-то в половине расположенных на уровне ям. И все бы ничего, если бы не одно но. Я падал туда из-за своей же криворукости. Да, признаю, руки у меня растут явно не из того места, из которого им следовало бы расти. Но все же меня это выбешивало. Хотя нет, знаете ли, тут еще есть одна проблема. Враги очень, очень часто срезают путь. То есть вы можете ехать первым, прыгнуть на каком-то трамплине, сделать трюк, приземлиться и... Что за фигня? Вдруг игрок видит, что он на второй позиции. То есть ваш оппонент то ли подпрыгнул выше, то ли у него скрипт сработал, что его перекинуло на другой участок уровня. Хотя есть у меня подозрение, что и тут свою часть играет тайминг. Возможно, вам нужно отпустить кнопку прыжка в самый последний момент, чтобы срезать путь. Кто-то говорил, что в сливе тайминг лютая штука. Поиграйте в райдерсы, я уверен, что вы сразу же заберете свои слова обратно. И, наверное, то, что меня в этой игре разозлило больше всего. Джет. Петушара, вонючая. Да, олды дождались этой вставки. Но, ладно, я пошутил. Больше всего меня в игре бесит топливо, благодаря которому ваши доски могут парить. Хотя в игре это называется экстрим гир, но не важно. Так вот, по поводу топлива. Я не знаю, чья это была идея, но если какой-то узкоглазый хотел таким образом усложнить игру, то окей, у него получилось. И прикол еще в том, что для того, чтобы обогнать своих соперников, я могу ускориться. Вот только определенное количество топлива уйдет на это самое ускорение. Но стоит сказать, что шкала топлива будет увеличиваться с каждым новым уровнем. Вот с этого момента поподробней. Собрав определенное количество колец, игрок повысит себе уровень. А, соответственно, шкала топлива тоже увеличится. Если нужно будет заполнить шкалу, то игрок должен выполнять трюки на трамплинах. Или же дойти до участка уровня, где герои отправят в свободный полет. Или же прокатят на какой-то огромной гусенице. Ох, гусеница. Когда вы дойдете до этого момента, игрок, если он, конечно, хочет заполнить шкалу, должен спамить вправо-влево. Ну или же есть второй способ, который очень долгий. На трассах можно найти несколько пит-стопов. Когда шкала топлива на нуле, вам надо будет бежать на ногах к ним. И уже тогда экстрим гир заполнится воздухом, благодаря которому герои могут передвигаться на досках. Огромное спасибо разрабам за то, что убрали данную фигню из Sonic Riders Zero Gravity. Там я смог по-настоящему насладиться игрой. Все, мои претензии закончились ровно до того момента, пока я не вспомню про Джетта и его компашку. Хотя, давайте, наверное, я этим займусь прямо сейчас. Итак, в игру добавили трех новых персонажей. Альбатроса Шторма, Ласточку Вейв и Ястреба Джета. Последний меня раздражает своим поведением больше всего. Его показывают как короля понтов, но на деле он просто зеленый клоун. Я понимаю, что создатели игры специально пытались сделать характер персонажа таким, чтобы нам хотелось его победить в соревновании. Но все, чего хотелось мне, так это застрелить его по окончанию каждой гонки. На, на, пошли, блядь, пошли, блядь! Вейв, кстати, на последнем месте из саняковских женских персонажей, кто меня интересует. Как минимум, потому что она наехала на Тейлза. Знаешь, я никогда бы не подумала, что кто-то ступит в гонку с таким мусором. Знаешь, девочка, у меня есть трехмордный товарищ, который тебя и мокрого следа не оставит, если ты продолжишь так выражаться в сторону Тейлза. А Шторм типичный парень, у которого сила есть, а ума не надо. Это все, что вам нужно о нем знать. Поверьте. Вот теперь, когда вы знаете о персонажах, можем перейти к сюжету. Какие-то анонимы крадут изумруд хаоса, и наша тройка пытается их остановить. У них ничего не получается, и уже в следующей катсцене Эггман говорит о том, что намечается гонка. Призом будут все изумруды хаоса, а для участия нужно принести этот самый минерал. Это просто гениально! Все равно, что для участия в устойке юсквада есть талант, нужно было бы внести 100 рублей, а победитель получит косарь. Короче, Соник ставит на кон изумруд, и в итоге проигрывает. Но все это только из-за того, что Вейв активировала взрывчатку, которую она установила ранее на доску Соника. Джет пересекает финишную черту первым и забирает себе изумруды. Сила измерального вытесеракта поднимает какой-то город в небо. Как оказывается, это сад Вавилона. После этого Эггман забирает изумруды с кубом и отправляется в это место, куда и отправляются наши герои. Этот куб нужен был усатому для того, чтобы он открыл двери в какой-то палац с сокровищами. После входа в него, героям придется сразиться со стражем. Само собой, животные его побеждают. И как оказывается, в сундуке лежали не деньги, а ковер. Но это не просто коврик, а ковер-самолет. Вот и вся развязка. Две команды смотрят на закат и прощаются друг с другом. Сюжет, как вы поняли, не особо запутанный, но как мне показалось, интересный. Что касается музыки, тут история очень интересная. Не знаю, как мне так повезло, но я наткнулся на сборку, в которой была русская озвучка от провайдера Доктора Штейна и еще кого-то. И если вы знаете этих двоих, то поздравляю, вы прошли очередной тест на Олда. Так вот, прикол заключается в том, что абсолютно вся музыка на уровнях была заменена на Ост из Sonic Rider Zero Gravity. Во время игры я ощущал некое дежавю, пока не допер, что происходит. Нет, не подумайте, саундтрек из Zero Gravity потрясный и очень сильно мне понравился. Но думаю, все согласятся, что лучше всего для большинства игр подходят привычные им саундтреки. Я опять начинаю отходить от темы. Музло тут хорошее и в некоторых моментах даже бодрое. Когда я слушаю музыку на уровнях, я понимаю, что играю в гонку, в отличие от Sonic R. В некоторых моментах треки прям качают. Ну и пожалуй, это все, о чем я хотел рассказать. То есть это были все мои впечатления от перепрохождения звуковых водителей. И они у меня остались не самыми положительными. У меня в жизни происходит такое, что спустя несколько лет после первого прохождения игры, где я по-настоящему потел, я проходил эту же самую игру на изичах. Тут все наоборот. Мне стало только сложнее. Sonic Riders это одна из тех немногочисленных игр, к которой я не хочу возвращаться и переживать те же самые эмоции, что и при нынешнем прохождении. На этом у меня все. Спасибо огромное за то, что смотрите и поддерживаете меня. Всем удачи и пока!